И мы. И в этой ситуации ребенок может родиться здоровым. Если я буду рожать, то я меньше проживу, да? Считается, что беременность не ускоряет течение болезни. Но, конечно, более точно ответить на ваш вопрос, вам смогут в центре СПИД. Можно еще, да? Конечно, Оля, конечно. Отец ребенка. Он, наверное, тоже заражен, да? Надо ему говорить или нет? Вы знаете, Ольга, я бы не советовала вам торопиться. Прежде я бы вам рекомендовала посетить центр СПИД. Вам нужно успокоиться. Понять течение вашей болезни. Просто подумать. И нельзя, чтобы кто-либо на вас давил. Ну, значит, мне не нужно с ним общаться. Почему? Ну, я имею в виду половую жизнь. Безусловно, вы можете вести половую жизнь, но при каждом половом контакте мы рекомендуем пользоваться презервативами. Наверное, мне надо будет с ним расстаться. Не торопитесь с такими решениями. Вам сейчас как никогда понадобится поддержка и друзей, и близких. Так что просто подумайте. Вам все понятно? Если у вас возникнут какие-то вопросы, вы, пожалуйста, во-первых, задайте их в центре СПИД, а во-вторых, вы можете задать мне. Мне очень важно, чтобы вы понимали все, что происходит и с вами, и с ребенком. В этой ситуации уже пациентка задает врачу непростые вопросы. Как то, говорить или не говорить отцу ребенка о том, что у нее ВИЧ-инфекция. Потом спрашивает о гарантиях. Вы гарантируете мне, что мой ребенок родится здоровым? В этой ситуации консультант избрал очень правильную тактику, согласно которой не следует принимать важное решение в состоянии душевного волнения. Все-таки должно пройти определенное время. Еще хотелось бы подчеркнуть ту атмосферу, то состояние доброжелательной уверенности, которую ощущает врач и которая передается пациентке. Который, правда, сначала говорит, вы меня успокаиваете, но это несколько провокационное воздействие на него, врач не реагирует. Врач понимает, что пациент волнуется, что у нее тяжелое положение, он не цепляется к словам. И поэтому вот эта атмосфера уверенности, доброжелательности, благосклонности, спокойствия, она передается в конце концов, в конце консультирования пациентке и позволяет ей успокоиться. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Присаживайтесь. Здравствуйте, Павел Николаевич. Ну, сразу еще раз напоминаю, что разговор наш конфиденциальный, то есть кроме нас о нем никто не будет знать, если только, конечно, сами не захотите, чтобы кто-то узнал эту информацию. Кстати, как вы чувствуете себя после анализов? Рука немного болела. Это не страшно. Павел Николаевич, скажите, пожалуйста, сразу, каков результат моего теста? Ну, я вас поздравляю, результат отрицательный, вы знаете, что это такое? Конечно. Значит, у меня нет вируса. Совершенно верно. И настоятельно советую повторить анализ через 3-6 месяцев. Зачем? Ну, мы же с вами обсуждали на первом консультировании, что антитела после заражения ВИЧ появляются только через определенный промежуток времени 3-6 месяцев. И тогда мы сможем получить анализ точный. Это для вашего же спокойствия? Ну, понятно. Хорошо, я приду для повторного анализа. Хорошо. И еще раз настоятельно я вам советую все-таки при каждом сексуальном контакте пользоваться презервативом. И никаких наркотиков. А скажите, а тест может дать ошибку? Ошибку? Как вам сказать? Тест, который мы используем обычно при выявлении антитела к вирусу, ВИЧ, неиммуноферментный анализ, он очень чувствительный. Но бывает ситуация, когда на фоне таких инфекций, как сифилис и прочее, он, конечно, может ошибаться и показывать неправильный результат. В таком случае мы используем другой тест, иммуноблотинг. Он выявляет не антитела, а как бы сам вирус. Понятно? Ну, в общем, да. Мне остается только порекомендовать относиться к своему здоровью и просто повнимательнее. И не быть таким рискованным. Меньше риска, меньше проблем, в том числе, ну да, в том числе и с ВИЧ-инфекцией. Постараюсь. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Обратите внимание на то чувство облегчения, которое испытал посетитель, узнав о своем отрицательном результате. Он, правда, потом спросил, может ли быть ошибка, но, тем не менее, даже удивился, когда доктор ему сказал, что надо прийти еще раз. Доктор напомнил. Вы помните, что на предыдущем консультировании мы договаривали с вами, но пациент так обрадовался, что у него это даже вылетело из головы. Поэтому, когда мы консультируем при отрицательном результате людей, в жизни которых были эпизоды рискованного поведения в отношении ВИЧ-инфекции, мы обязательно говорим о том, что этот результат не окончательный и необходимо повторное обследование. Глубоко уважаемые коллеги, вы посмотрели наш фильм. Мы надеемся, что он был вам полезен и желаем успехов в работе. Глубоко уважаемые коллеги.